То есть, когда мы с вами звонили в инспекцию по делам несовершеннолетних, они от нас узнавали, что вот такая ситуация произошла. Ну, Лена, обвинять вы меня не можете, вы пока не представитель суда. Нет, я здесь не вас обвиняю, а просто в том плане, что, может быть, не доходит до вас информация. Давайте просто поговорим. Конфликты в школьной среде всегда бывают. Да, конечно. Они были, есть и, наверное, будут, к сожалению, да, потому что, ну, это свой коллектив, свои какие-то интересы, свои представления. Другое дело, на какую остроту подобный конфликт приобретает это, во-первых. А во-вторых, я не соглашусь с вами тоже. Мы уходим от вопроса замалчивания каких-то проблем. Ну, и в тот же случай по 27-й школе, я знаком с перепиской в интернете, и мне не совсем понятно обвинение отдельных, так сказать, коллег в том, что пытается кто-то замолчать. Наоборот, мы предельно открыты в этом плане. И считаем, что времена, когда, ну, мне, по крайней мере, так хочется верить, и я отчасти уверен, когда школа пытается скрыть какие-то неординарные свои дела и происшествия, они, к сожалению, уходят. Ну, вот здесь такая фраза будет достаточно крамольной звучать. Не было бы счастья, да несчастье помогло, да? То есть, если бы не произошел бы этот такой резонансный случай, то, может быть, вот и... Да я не соглашусь с вами, Лен. Давайте звонки примем, а потом поспорим. Я договорю. Значит, у нас, мы возродили родительский всеобуч, понимаете, и, наверное, вы тоже на него уходите, если хорошо относитесь к школе, к воспитанию своего ребенка. И мы пытаемся там учитывать и психологические особенности детей, и, так сказать, манеру их поведения в том или ином возрасте. Звонки в студию. Алло, здравствуйте. Да, да. Слушаем вас, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Это Пономаревский район. Очень приятно, ваш вопрос. Мне к министру вопрос. Да, 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 слушаем, какой вопрос. Здравствуйте. Вы посещали российскую среднюю школу вот недавно, до Нового года. Да, посещала. Но так и не навели там порядок. Уборщица, которую брали 1 сентября, убираться, она ведет физику, математику в старших классах. Это так возможно или нет? И обстановка у нас в школе очень-очень плохая. И давайте сейчас примем сразу второй звонок, и вы как раз расскажете, что же за история-то в Пономаревской школе. И перейдем к закону об образовании. Алло, здравствуйте. 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 А, в Сахирской, да. Здравствуйте. Слушаем вас. Моя фамилия Колбасин Александр Семенович. Мне вопрос к господину Лабузову. Да, 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 слушаем. Он представляет нашу Орбунскую область в отношении образования. Когда принимался новый закон, новый закон, я не видел его выступления, согласен с чем, противоречия, что его не устраивает. И в результате приняли, что сейчас дети должны учить закон Божий. Хотя у нас государство отделено от церкви. Вот, чувак, какую кашу смешали. Понятно. Спасибо большое. Ну, по поводу, конечно, ваших поступлений мы поспорим, потому что именно когда ко второму чтению закон подходил, да, вы у нас все-таки выступали. Мы очень подробно с вами разбирали этот вопрос. Ну, наверное, скорее всего, товарищ, который задавал вопрос, телевизор смотрит нечасто. Ну, а по софийской школе ситуация, да, имеет место быть конфликт между одними из преподавателями с другими. Действительно, я туда выезжал, потому что письма шли соответствующим образом и в адрес губернатора, и в мой адрес. Более того, сегодня у меня несколько часов назад был прием по личным вопросам. Вновь приехала одна из сторон, которая втянута в этот конфликт. Вы понимаете, педагогические коллективы несут своеобразную культуру, особенно на селе. И когда вот это происходит, я согласен с товарищем, который передал вот этот вот звонок, что это неправильно и не принимается, собственно говоря, теми педагогами, которые по-настоящему служат своему делу. Здесь, наверное, виноваты две стороны в этом конфликте. Одна устраивает конфликтные ситуации, другие принимают, вот вместо того, чтобы спокойно сесть и проговорить, ну, принимают в сторону такое вот неприятие другого человека. Но, знаете, у каждого есть свои обязанности. Я не могу в каждой школе наводить порядок и отвечать за ситуацию, связанную с конфликтами между учителями. Это обязанность директора. Он по закону отвечает за порядок в образовательном учреждении. К сожалению, там есть вопросы и к руководителям этого образовательного учреждения. Но я думаю, что объединенными силами мы порядок там наведем. Тем более, что в настоящее время идет судебный процесс по заявлению одной из сторон. Ну, какой-то... И к закону об образовании перейдем. Нет, и вот здесь о законе Божьем, так сказать... А вот мы как раз сейчас и будем эту тему затрагивать, потому что она касаемо тоже учебных программ. Я вот хочу с самого начала, да, то есть, коль у нас первые звонки были с села, вот решилось ли, что будет теперь с малокомплектными школами? Потому что все, закон принят, да, он 1 сентября вступает все. Вот что будет с малокомплектными школами? Да ничего не будет. Как действовала малокомплектная школа, так и будет действовать. Ну, а вот в рамках той оптимизации, которая сейчас происходит у нас? Ну, давайте не путать оптимизацию с сокращением. В нашей Оренбургской области школа закрывается только там и где, где не остается учеников. К сожалению, этот процесс имеет место быть. Мы за 10 лет 100 тысяч учащихся потеряли, и, соответственным образом, те школы, когда-то наполненные ребятами, сегодня переживают не самые лучшие времена. Школы, в законе написано, должны финансироваться по фактическим расходам, они и это будут финансироваться. И процесс закрытия школы далеко не прост. Для того, чтобы школа была закрыта, нужно решение сельского схода. А сельский сход, как правило, такого положительного решения не дает. Потому что понимают, что детей возить куда-то за несколько километров... Да нет, если просто закроются школы и почты, то все, села не будет. Мы, наоборот, сегодня принимаем организационные меры для того, чтобы вот школа сельская жила. На базе Новосельгевского района у нас эксперимент проходит. Мы вводим дистанционное обучение. Сегодня учителя ездят в те образовательные учреждения, где не хватает тех или иных учителей. А проблема нехватки педагогических кадров, она неизбежна, поскольку на такие узкие специальности, как учитель физики, математики, явно не хватает. У нас звонок в студию есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте, слушаем. Говорите, пожалуйста, да. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Как вы относитесь к казачьим классам? Как вы относитесь к казачьим классам? Да хорошо я отношусь к казачьим классам. Как и к любимым другим объединениям военно-патриотической направленности. Ну вот эта тема перекликается как раз с вопросом, да, первого телезрителя по поводу того, что вот сейчас есть закон Божий, вернее, будет вводиться закон Божий и то же самое. Да вот в том-то и проблема, что заявитель-то, в общем, закон не читал, уж и простите меня, пожалуйста, сказать, достаточно внимательно. Если речь идет о тех часах, которые сегодня внедряются и в которых участвуют наши ребята, то там не только закон Божий, но и вообще культурные, так сказать, какие-то аспекты развития. А это обязательно и будет или нет? Или все-таки это форма в культуре будет? Ну, четыре формы существует. Любой из родителей, который отвечает по закону за своего ребенка несовершеннолетнего, выбирает. И школа действительно отделена от церкви, и священники в рамках учебного процесса не ведут никаких занятий и не будут вести. Для этого есть воскресная школа, пожалуйста, там. Но жить в такой многонациональной стране, как наша, и не знать особенностей религии, которая частью культуры является, несомненно, других народов, живущих рядом, особенно для нашей Оренбургской области, которая национальна, я думаю, что это не совсем правильно. Так вот, мы так с вами плавно и медленно перешли вот именно к учебным программам. Вот представители оппозиционных партий, вот уже, когда принимался закон, когда он принялся, приняли его, они вот делали такое заявление, что этот закон об образовании не дает права детям на нормальное образование, не дает права им на получение воспитания в детском саду. То есть это как раз вот связано с оплатой. Вот у меня такой вопрос. Вот, скажем так, вот той основной школьной программы, ее будет достаточно? То есть придется ли родителям доплачивать за какие-то дополнительные уроки, чтобы ребенок получил нормальное образование по русскому, нормальное образование по математике? Знаете, я бы ответил так. Вообще-то нужно прочитать закон очень внимательно, прежде чем делать какие-то поспешные выводы. Есть стандарты образовательные. В рамках этого стандарта разрабатываются учебные программы. Количество часов ни по одному предмету не будет снижено. А все, что за предметами, ну вот я знаю, что в свое время выходили в музыкальную школу. Вы же платили за это? Нет, тогда еще бы это было все бесплатно. Ну, а не знаю, может вам повезло, а вот в свое время... Я в советские времена еще росла, еще затронула. Знаете, я тоже вроде бы вырос в советское время, но вот я помню, у меня был период, когда я вдруг решил научиться играть на баяне. Я четко знаю, что за это мои родители платили. Мне повезло, мы занимались бесплатно. Ну, наверное. Я просто в экспериментальном классе учился за это. В любом случае, то, что положено ребенку по учебной программе, ему будет совершенно бесплатно. А вот этого минимума его будет достаточно? Потому что вот... Подождите, вы с чего решили, что будет минимум? Ну вот вы сами сказали, вот чтобы вы захотели научиться играть на баяне, вашим родителям пришлось платить. А если у семьи нет денег, вот что делать? Послушайте, это дополнительное образование. Я понимаю, да. Есть бесплатное дополнительное образование. У нас целая сеть кружков развита. Порядка 120 объединений дополнительного образования. Около 200 тысяч там, в общем-то, в той или иной мере занимается. И, как правило, если это не связано с какими-то там дополнительными занятиями, они занимаются бесплатно. И на последнем совещании губернатор поставил вообще перед нами задачу, чтобы каждый трудный ребенок входил в кружки, ну, как правило, спортивной или технической направленности. Это им близко, и, по крайней мере, они от улицы уйдут. Все, что касается учебных программ, они сохраняются в том виде, в котором существовали. В котором учились вы, ну, я, наверное, и дети наши с вами. Понимаете? У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вечер. Я бы хотела поговорить, меня зовут Юлия Сергеевна, хотела бы поговорить о том, что у вас еще передача упоминалась, что, значит, сейчас, среди их последними событиями, вот, в школе с ребенком будут проводиться собрания с родителями, да, будут задействованы органы по делам совершеннолетних. Хотела бы сказать, мои дети не первый год входят в школу, и, к сожалению, ни разу не проводились собрания. То есть не с детьми, там, как переходить, допустим, железную дорогу, право должное движение, мы им, допустим, объясняем. А вообще поведение, скажем, в нестандартных ситуациях, куда обращаться и так далее, там побывать. Так и с родителями. Потому что, вот, недавно проходил собрание, и у нас, значит, одна родительница сказала, что у меня двое детей, и у нее ребенок старший неуправляемый абсолютно. Она не знает, что с ним делать, и она говорит, я не справляюсь с ним. Соответственно, создавались такие ситуации не очень приятные в классе. Даже мы, родители, не знаем, куда обратиться, что делать, чтобы обратили внимание, допустим, какие-то соответствующие службы, органы, какую-то помощь предъявили. Спасибо большое. Ну, я думаю, осталось добавить, наверное, номер школы. Да. А Юрий Сергеевич, может, мы это оставим за кадром? Ну, понимаете, мне очень трудно сказать, ответить на этот вопрос, поскольку номер школы мы так и не услышали с вами. Ну, я думаю, за кадром нам потом режиссер расскажет. Ну, давайте мы договоримся так. Все-таки, если за кадром этот вопрос остался, мы посмотрим... Нет, смотрите, вопрос все-таки, на самом деле, хороший. Минуточку. Извините, пожалуйста. Давайте мы все-таки поговорим на эту тему. Вот эту часть мы разберем отдельно. Что касается работы с родителями. Ну, я не могу сегодня комментировать. Я обязательно разберусь, в какой школе родительские собрания проводятся. Но наверняка знаю, что они проводятся. Другое дело, какие вопросы на этом собрании рассматриваются. Нет, я к чему вот как раз хотела все-таки перебить. Вопросы, на самом деле, очень интересные. Что-то мы сегодня друг друга перебиваем. Вот, с чего мы с вами начали, да, что вот родитель станет заказчиком. И не будет ли он перекладывать все это на плечи. Получается, да, родителю нужна информация. Но мы живем сейчас в веке информационных технологий. То есть, в принципе, эту информацию можно же получить. Она же не является какой-то закрытой информационной технологией. Но давайте не будем сбрасывать со счетов подготовку самого родителя. Потому что, ну, есть уровень образования разный, да. А кто-то слабо знаком с интернетом, к примеру, или компьютерными технологиями какими-то. Понятно, что школа обязана помочь такому родителю, скажем так, приобрести себя в качестве родителя.